В короткое время скопилось около тысячи граждан Республики Узбекистан, которые хотят выехать на родину, но не могут этого сделать. Почему? Потому что, к большому сожалению, режим пропуска через границу Республики Казахстан не позволяет в таком вот упрощенном порядке, как это было раньше, на своих автомобилях, на автобусах свободно пересечь границу. В связи с тем, что карантинные мероприятия в Республике продолжают свои действия. Сейчас с Республикой Узбекистан и Казахстан проводятся необходимые переговоры для организации транзитного коридора. А на это время граждане вынуждены жить в таких полевых условиях. Правительство Самарской области, по указанию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, в экстренном порядке развернуло пункт временного размещения иностранных граждан. Здесь предусмотрены палатки для проживания, для питания, здесь организовано медицинское наблюдение. И завтра, по нашим сведениям, ожидается окончательное принятие решения по транзиту граждан Республики Узбекистан. В таких условиях, конечно, жить долгое время трудно, но сейчас ведутся переговоры, самые такие активные. Я думаю, должен решиться вопрос. Вот вы пообщались, мы смотрели с ребятами, с вашими соотечественниками. Что они говорят? Ну, ждут, 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 с нестерпением ждут возвращения домой. Мы объясняем, что это пандемия, это такое общее зло, к которому никто не готовился. Такого в мире с человечеством еще не было, не сталкивалось. Поэтому, ну, будем ждать. Сейчас ведутся переговоры, это вопрос транзита. На территории Казахстана тоже есть ограничения, связанные с распространением коронавируса. Поэтому сейчас обговаривают условия. Условия такие, чтобы и транзит позволили. И это соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности именно по территории Казахстана. Сейчас, когда я приехал сюда, я вообще удивился, что здесь так аккуратно, во-первых, чисто. Для нашего подготовили, как бы говорят, и кормят, и поют, и маски предоставляют, и перчатки, все дают, мыло, все дают, в принципе. Здесь, можно сказать, как бы в комфорте. Находимся, но все равно ждем, когда отправят побыстрее. А вы?